Внимание! Данный ролик содержит трудноосмысляемую информацию, может шокировать и, судя по прошлым комментариям, может оказывать негативное психологическое воздействие. Так что людям с неустойчивой психикой советую не смотреть данный ролик, а посмотреть вместо него подборку челленджей или пранков на ютубе. Ну а если вы все еще не ушли, тогда мы можем начать. Все это на ваш страх и риск. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Бирд ТВ и сегодня, спустя довольно продолжительное время, я решил возобновить свои ролики в виде подкастов на философские теории. Сегодняшняя наша тема это Больцмановский мозг. Есть довольно много статей и роликов на данную тему, но посмотрев около 20 и прочитав около 15 научных статей, я осознал, что ни в одном из источников не представлено информации простого и понятного объяснения подобного явления. Именно такое объяснение я и попробую представить в этом видео, но на всякий случай предупрежу, что даже моим простым языком и самыми легкими примерами эта теория может быть все еще очень сложной. Итак, существует три понятия. Больцмановский мозг, парадокс Больцмановского мозга и парадокс Больцмановского мозга по версии канала Бирд ТВ, который я озвучу прямо сейчас. Парадокс Больцмановского мозга по версии канала Бирд ТВ звучит следующим образом. Чтобы понять, что такое Больцмановский мозг, как он появился и функционирует, нужно к чертям собачьим сломать свой собственный мозг. Итак, от шуток перейдем к самой теории. В роликах и записях, которые я изучал, всегда перед объяснением теории проводился пример с обезьянками, печатающими на печатных машинках. И говорилось, что рано или поздно они напечатают пьесы Шекспира или все тома войны и мира Толстого. Но это слишком распространенный пример. В качестве него может быть что угодно. Допустим, котики, которые испачкают лапки в краске и бегая по холсту, рано или поздно нарисуют картину Крик Эдварда Мунка. Суть в данных примерах одна. Если действие происходит очень большое или даже бесконечно большое количество времени, то даже самое маловероятное событие рано или поздно наступит. Запомните эту информацию, она нам потребуется в дальнейшем. Если обратиться к Википедии, то Больцмановский мозг это гипотетический объект, возникающий в результате флуктуации в какой-либо системе и способный осознавать свое существование. Возможность возникновения таких объектов рассматривается в некоторых мысленных экспериментах. Назван в честь Людвига Больцмана, сделавшего большой вклад в развитие статистической физики. Ну что ж, я все рассказал, на этом ролик подходит к концу, подписывайтесь на канал, ставьте... Стоп! Я ничего не понял. Кроме того, что мозг назван в честь Больцмана. Давайте разбираться. Очень часто при рассказе про Больцмановский мозг используется термин флуктуация. Что это? Флуктуация это, грубо говоря, погрешность, любое случайное отклонение какой-либо величины. Давайте и это слово тоже запомним. Также часто используется слово энтропия, мера неупорядоченности системы. А теперь давайте сравним два предложения и поймем, какой из них звучит лучше, приятнее и понятнее для простого обывателя. При растущей энтропии число флуктуаций увеличивается. Или при росте неупорядоченности системы случайные отклонения происходят чаще. Предложения не особо отличаются по длине, но второе, обычному человеку понять гораздо легче. Больцман, физик, ученый и мыслитель в свое время предположил, что высокая неупорядоченность системы не исключает возникновения упорядоченных систем. Давайте я приведу пример. В комнате находится газ, состоящий из атомов. Атомы чаще всего в газе равномерно распределены. Но все же это движущиеся частицы. И если газ будет находиться в комнате бесконечно долгое время, рано или поздно все его атомы соберутся в одном углу комнаты. А затем и в другом, и в третьем, и в любой другой точке, образуя собой ту самую упорядоченную систему. Если копнуть глубже, то наш мир с небольшой энтропией не что иное, как отклонение от привычного порядка вселенной. Хаоса. На бесконечном времени в замкнутой системе в нашей вселенной может произойти все что угодно. Если бесконечно долго смотреть во вселенную, то в ней может появиться любой предмет. То есть те самые атомы вместе в течение бесконечного времени смогут образовать абсолютно что угодно. Будь то воздушный шар, пианино, наушники и любой видимый, представляемый и не представляемый вами объект. Вероятность данного события вовсе не равна нулю. Одним из частных случаев подобного возникновения объекта или системы, по типу нашей Земли, кстати, На протяжении бесконечного времени может стать появление сознания. Представим человека, видящего и мыслящего в космосе, который образовался из этих самых атомов на протяжении бесконечного времени. А чтобы стало еще проще, вместо человека оставим лишь его сознание, то есть мозг. Как вы могли догадаться, этот мозг и называется Больцмановским. И с точки зрения физики, подобное событие имеет шанс произойти раз в 10 миллиардов в 50 степени лет. Это большая цифра. Настолько большая, что всех песчинок в обозримой Вселенной не хватит, чтобы записать это число, нанося по одной цифре на песчинку. Но когда время вечно, даже такое событие время от времени происходит. Делая вывод, можно сказать, что Больцмановский мозг это мысленный эксперимент, в котором на протяжении бесконечного времени возможность появления из ничего чего-то не равна нулю. И есть шанс, что если ждать очень долго, во Вселенной появится тот самый Больцмановский мозг, сознание и разум в его чистом виде. Если у вас загружилась голова, вам стало душно или жарко, вы можете сходить, налить себе стаканчик воды и продолжить смотреть видео с этого момента. Потому что мы еще не закончили. Ведь есть еще и парадокс Больцмановского мозга. Данная концепция подразумевает под собой следующую идею. Если с одной чаши весов у нас появление бесконечных возможностей на бесконечном времени, а на другой чаше весов любое конечное событие, как, например, появление человечества эволюционным путем, шанс появления уже второго события становится бесконечно малым по сравнению с первым. Иными словами, парадокс заключается в том, что появление Больцмановского мозга гораздо более вероятно, чем появление нашей планеты, солнечной системы и нас как людей, как вид. Фух. Так, давайте немного выдохнем и подумаем о чем-нибудь простом. Например, как просто было в детстве думать о мире, о будущем, работе, жизни, когда вы повзрослеете. И беззаботно качаться на качелях под летним солнышком. Подумали? Ну а теперь вернемся к нашим мозгам, ведь мне еще есть что добавить лично. Теория появления Больцмановского мозга показалась мне крайне сложной на первый взгляд. Мне больше нравится моя теория. Теория солипсизма. Спустя некоторое время размышлений я задумался, а что если Больцмановский мозг и солипсизм не так уж и далеки друг от друга, как самостоятельные теории? Что если они могут быть очень похожи и даже быть одним целым? Следуя из парадокса Больцмановского мозга, можно сделать вывод, что шанс на появление оного бесконечно больше шанса появления нашего мира и всей обозримой вселенной. По теории солипсизма, все происходящее вокруг человека является имитацией, проекцией мира перед его глазами. И тут я легко могу сложить два и два. Для дальнейшего понимания моей речи советую действительно ознакомиться с роликом про солипсизм на моем канале, иначе вам башню сорвет и вы ничего не поймете. Представим, что вы живете в солипсизме. Каждый из нас видит лишь проекцию мира, в том числе и ты, дорогой слушатель, на самом деле можешь и вовсе не быть человеком, а можешь быть разумом, блуждающим во вселенной, и видящим лишь проекцию своего сознания, которую ты так привык считать своим миром. Да даже этот ролик, в котором чокнутый начинающий философ несет свою ахинею, может быть лишь частью этой самой проекции. «Мира нет, все проекция, весь мир вокруг тебя – это иллюзия», говорит нам теория солипсизма. А ты? Ты кто в этой теории? Ты в этой теории – разум, как раз и создающий всю эту проекцию. Я думаю, вы уже догадались, к чему я веду. А раз уж вероятность появления Больцмановского мозга гораздо выше появления человечества, а Больцмановский мозг представляет собой разум в его чистом проявлении, то под визуализацией разума Больцмановского мозга может стать проекция обозримого мира, то есть в чистом виде теория солипсизма. Иными словами, есть шанс, что вы и не человек вовсе, а лишь сознание, блуждающее во вселенной, и проецирующее мир, который вы видите, в свою же собственную имитацию. А если еще проще, то вы сами в связке с этими теориями можете быть Больцмановским мозгом, и если угодно, вы можете при этом также существовать в теории солипсизма. БУМ! Если вы еще можете понимать человеческий голос и не сошли с ума, тогда постарайтесь правильно понять то, что я вам говорю. Мысленные эксперименты в целом очень загадочная и сложная штука, поэтому не каждый человеческий разум способен копнуть так глубоко. Для подтверждения здравия и доказательства того, что вы адекватно можете мыслить, мы сейчас проведем небольшой физический эксперимент. Под этим видео есть красная кнопка «Подписаться», и если вы нажмете на нее, она станет серой. Это будет означать, что с вашим сознанием все в порядке. А если кнопка останется красной, значит вы живете в иллюзии. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ладно, что-то я разошелся шутками в этом видео, извините. Давайте больше по философии и физике. Подводя итог всего вышесказанного, хочу отметить, что все изложенные в этом и любом другом философском видео теории, лишь теории, не нужно впечатляться и сходить с ума. Это всего лишь рассуждение на темы, над которыми веками думали величайшие философы и... Я. Так называемое горе от ума. Человек осознал свое сознание и решил, что все это не просто так. Начал искать глубинные смыслы и пробовать найти суть всего, что только можно. Но ведь может так статься, что мы просто обезьянки, которые додумались взять камень в руку и понеслось. Может быть нет никакого высшего смысла, тайн бытия, ни одна философская теория неправдива, никаких мозгов и солипсизма нет. Может быть. А может и нет. На этом на сегодня все, дорогие друзья. Пищу для мозгов я вам определенно дал. Будет над чем поразмыслить сегодня вечером. А от вас за свои труды я попрошу лишь подписки на канал и лайка под этим видео. Говорят, шанс подобного события во вселенной минимален, но все же он не равен нулю. Так что я на вас надеюсь. По скриптум. Если вам интересны какие-нибудь философские теории и вы хотели бы услышать мои мысли по поводу них, смело пишите об этом в комментариях и возможно следующий выпуск выйдет именно на предложенную вами тему. С вами был Алексей с канала Бирт ТВ. Услышимся в следующих выпусках по философии. До скорых встреч и до скорых новых роликов.